Сейчас идем в электричке в направлении Сан-Франциско Наконец взяла камеру и досталось место возле окошка Можно поснимать, как выглядит Солнечная долина Кремниевая долина, вернее На полпути от Сан-Франциско и едем экспресс электричкой И это, кстати, от Солнечная долина Сан-Франциско на точке стоит 8 долларов И они говорят о том, что народ покупает билеты Нельзя здесь ездить с зайцами Все равно вас проверят У них будет максимум обслуживание, обслуживание и или отрывание от тренда Если вы не имеете правильный фэр Это наша способ чтобы вас готовить для нескольких Я пытаюсь выучить вас Пожалуйста, что у вас есть текет Местные жители используют Образные билеты, пластиковые А туристы используют билеты, которые можно купить в автоматах прямо на станции И стоимость зависит от того, как далеко вы находитесь в Сан-Франциско Там получается самый дорогой билет Получается от солнечной долины до Сан-Франциско можно ехать за 1 час 20 минут И примерно от гостиницы до станции на такси в районе 15 минут Но все равно около 2 часов тратить чтобы добраться до площади до площади до площади до площади около 2 часов Такси, кстати, дешевые в Америке около 5 долларов 15 минут что весьма неплохо Мне кажется, в штате Мерланд намного дороже потому что здесь большая конкуренция больше конкуренции наверное и здесь развит общественный транспорт троллейбусы кстати, очень активно пользуются троллейбусами автобусами метро есть легкое метро есть подземное метро электрички потому что в нашем штате практически никто не пользуется общественным транспортом в штате что только самые бедные слои населения используют его мы почти ехали в город как и вдоль любой железки граффити гаражи складские помещения вообще ничего особенного ничего интересного повсюду грязище мусор сейчас посмотрим как меняет направление трамвай очень интересное зрелище мы перемещаем вручную в таком деревянном кругу здесь все все в подъем конечная станция Я думаю, ждать не меньше получается, а затем нужно толкать. Я бы, кстати, тоже не торопилась, потому что тошно, толкать постоянно, передвигать. Всего три направления трамвайчика, одно ведет с юга, а с север по направлению к Туршу 39, второе идет по направлению к пляжу и с левой стороны будет Золотые ворота мост, и третье направление с запада на восток, но почему-то все трамвайчики идут в направлении вот в этом коротком, до пирса 39-го. Видимо, очередь очень медленно двигается, мы уже стоим полчаса. Я вышла на набережную, здесь такой замечательный парк. начинается залив, припекается, плюс 20 градусов, очень жарко стало. Даже здесь где-то купающиеся, вот они, кто-то купается. в принципе. Дети пришли со школы, художник рисует картину. Организованная группа школьников ушла, другая половина осталась без присмотра. вот они едят прямо на полу, никто руки не моет, прямо на асфальте. Здесь не так уж и чисто. Чайки здесь просто огромные. Водичка, не хочу близко подходить, намочу свои модные кроссовки. Так. И прохладная. Вот отсюда начинается уже леденост. открытый сквер. Набережная, конечно, у них красивая, не считая складов и парковок. Можно пройтись пешком по набережной, можно взять велосипед на прокат. Я уже дошла до Форт Мэншин. Расстояния здесь небольшие, но набережные. Очень много свободных мер, мест парковочных. Здесь можно арендовать велосипед на целый день. Вдалеке мост Голденбридж. Следующая остановка. Мы уже на Марина 3. Здесь уже хорошо виден мост. Открыта такая площадка. Гораздо больше машин. Можно запарковать машину прямо на набережной. Я не знаю, платная ли парковка или нет. Но очень многие берут велосипеды вариант и катаются на велосипедах. Очень много людей пешком ходят. Но гораздо больше на автомобиле, конечно. Сплошные яхты. Кругом и всюду. Вся набережная усыпана яхтами. Большими, маленькими. Новыми и не очень. Я вышла на улицы. И на набережной домики. Их можно купить, можно взять в аренду. Вот они велосипедисты, бегуны. Хотела посмотреть на Redfin, сколько стоит дом. Видно меня, конечно. Ну да ладно. Потому что никак больше солнце светит. И не видно ничего, что происходит на экране. Вот 2 миллиона 400. Такой небольшой домик. Он не выходит на пляж. Но возле него пешей доступностью 2115 клофит. Это 211 квадратных метров. Приблизительно 1925 года. Ну да ничего. Что еще интересно. Да, 2 миллиона 400 они за него хотят. И школа так себе. Middle так себе. Elementary High School хорошая. Сколько налогов можно заплатить. О, всего 1806 долларов они платили. Хотя в Калифорнии ты платишь налоги со стоимости, с той стоимости дома, который ты купил, судя по этому. О да, первый раз выставлено на продажу. Даже у него нету истории. То есть он был куплен чертокогда еще. К царе горохи, поэтому такие маленькие налоги. Вот тут и отряд мамочек увидела. Активных. Здесь очень распространено молодые мамы, которые сидят дома. Они собираются и идут гулять с колясками. Я еще не то рассказала по поводу транспортной системы. Если в штате Мэрилленд считается зазорным вообще пользоваться public transportation, то в Калифорнии, в особенности Сан-Франциско, это норма. Здесь транспортная система очень развита и пользуются все слои населения. У нас же пока автобусы можно только встретить в пригороде. И он настолько редко ходит, примерно один раз в час, что его не дождешься. И считается, что если ты пользуешься общественным транспортом, то ты уже практически человек без дома. То есть ты уже опустился практически на самое дно, поэтому никто не пользуется. Здесь же и молодежь, и старики пользуются общественным транспортом, и судя по одежде, и вообще по поведению, и по тому, что кто кем работает. Пользуются общественным транспортом все. Здесь и метро, и легкое метро, троллейбусы, трамваи, автобусы, велосипеды. Мне кто-то, кстати, говорил, что если ты приезжаешь на станцию на велосипеде, то ты бесплатно доезжаешь. Но я не уверена, то есть на сто процентов. Еще в Сан-Сранциско очень много людей с собаками. Здесь собак любят. Есть даже специальная должность в угольщик собак. Он собирает 10-15. Особи идут с ними гулять, они все воспитанные. То есть никто там с поводка не срывается. Они все умные, воспитанные собачки. И потом этот выгульщик, когда эта собачка какает, собирает какашки в полиэтиленовый пакетик и выкидывает. Здесь какашки оставлять нельзя после собаки на траве. Ей нужно обязательно все это дело собрать и выбросить в мусорный бак. Вот наконец-то мы вышли на одну из самых красивых точек. Боливар Марино. Вот этот мост, Золотые Ворота, Бисячий мост, он проходит через пролив Золотые Ворота. Соединяет город Сан-Франциско на севере полуострова и южную часть Укрганарии. Он был самым большим мостом с момента открытия. В 1937 году его построили достаточно давно, практически 100 лет назад. И до 1964 года он самым большим в мире. Вот так оставалось. Все являются символом Калифорнии и самого города. Здесь, кстати, нужно пересечь мост на автомобиле. В северном направлении бесплатно, а в южном направлении взимают 6 долларов с каждой машины. И велосипедисты и пешеходы бесплатно. То есть нужно даже на велосипеде пересечь. Там должна быть определенная полоса, отдельно отведенная, только для велосипедистов и отдельно для пешеходов. Можно, конечно, дойти до этой точки и отправиться пешком на ту сторону или на велосипеде, но как-то мне лениво туда и ехать. Скорее всего, я возьму Uber и доеду до Uber, тем более, что это всего 5 долларов. По поводу климата, климат Сан-Франциско очень интересный. Сейчас 1 февраля, очень жарко, плюс 20 градусов, но такая жара продлится до 4 часов вечера. И с заходом солнца будет понижение температуры, температура будет падать все больше и больше, и ночью будет плюс 5. Поэтому всегда нужно с собой носить теплую куртку утром и вечером, потому что очень холодно вечером и очень жарко днем. Что, например, мне не нравится совсем, потому что непонятно все-таки, как одеваться. Ты не можешь илить платье с коротким рукавом, потому что не лето, и платье с длинным рукавом ты тоже не можешь илить, потому что днем будет ужасно жарко. Вот женщина бежит практически в шортах и майках. Мне не очень нравится. Что мне нравится, за очень сухой воздух по сравнению с нашим штатом Мэрланд. Воздух очень сухой, все очень быстро сохнет, и не нужны кондиционеры, даже плюс 20 градусов. Мои кроссовки буквально высохли за полтора часа, я попыталась попробовать водичку, но если холодная она или теплая. И волна у меня, конечно, захлестнула до колена, и все было мокрое, и мы захлестнули за полтора часа. Буквально. Моргий сухие очень идет за классно, потому что в нашем штате такая влажность большая. Ты идешь даже если будет пульс 20, если тебе будет жарко. Стридеться вообще невозможно уйти на улицу. Такая влажность. Получается, мост соединяет с севера островную часть Марина, а с юга сам город Сан-Франциско. Мост достаточно длинный, ведь и начинается вот там, в том направлении. Мы пришли на осмотровую площадку Лэнс Энд. Конец света. Очень видит потрясающе. Вообще так красиво. Солнце садится. Лучи играют солнечные на воде. Красотища. Здесь возле смотровой площадки сразу же паркинг для автомобилей, куча машин. Внизу похоже какое-то сооружение, откуда спущусь, посмотрю. Сан-Франциско. Это, на мой взгляд, город программистов, наркоманов, бомжей и геев. Здесь очень много молодежи. Очень много молодежи. И людей семьи очень мало, и детей очень мало, поскольку здесь плохую школу. И учатся дети в частных школах. Вот такой дневной город в Сан-Франциско. Сегодня мы еще по питанию. Походим по ночному городу по вечернему. Миша закончил свою работу, скоро подъедет. Поэтому, если бы не желание, я еще поснимаю вечерний город. Здесь, конечно, прекрасные есть смотровые площадки. Очень отличный отпуск просто получился. Погода замечательная, климат замечательный. Вот такой красивый закат мы провожаем. Закат, конечно, потрясающий, но мне пора бежать. Миша скоро приезжает, и я не успею добраться вовремя.